Привет, ребята, это подкаст Серёжа и микрофон, спасибо, что включили этот выпуск, сейчас будет интро, оно минут на пять, можете скипануть, а можете послушать, потому что у меня много важных для меня объявлений, никаких там рекламных интеграций не будет. Итак, объявление номер один. Очень важное для меня объявление. Всё лето мы с Тимофеем Копыловым писали песни, и что-то у нас какой-то просто фонтан творческий открылся, уже даже одну песню мы выложили, это была песня «Не в ресурсе», проект мы назвали «Кискотека», и это вот лучшее, что я делал за последнее время, меня прямо вдохновляет, я этим живу. Каждый день я пишу какие-то песенки, что-то я вот нащупал, рад. И к чему я это? Песни эти мы презентуем, вернее, мы это уже сделали, мы записали диджитал-концерт для одной из площадок, и скоро он выйдет. И я хочу, чтобы вы чекали в начале октября МТС Лайв, это не интеграция, просто они время от времени для разных музыкантов снимают, у меня там есть своё шоу, теперь у меня и концерт там свой будет. Вот, короче, посмотрите, пожалуйста, потому что я эти песни так люблю, и так ими горжусь, и так хочу, чтобы вы услышали, что мы с Тимофеем сделали, вот, это объявление было. Предположительно, 1 октября. На всякий случай говорю, что может быть что-то поменяется, но вроде как 1 октября, да? Чекните. Концертские скотеки, это важно для меня, вот, я вам донёс. Во-вторых, если вы современный художник, то, пожалуйста, послушайте сейчас меня внимательно. Вот у нас есть здесь в студии звезда. Даня, она на экране? Спасибо. И она нам досталась здесь вместе с этими стенами. Здесь вообще очень много места, разные картины висят, такая, знаете, какая-то, какая-то мека притяжение картин современных. Здесь их очень много, вот. И мы решили её оставить, и на фоне этой звезды уже 2 года практически снимаем наш подкаст. И я могу сказать, что я хочу чуть-чуть поменять атмосферу, потому что эта звезда, конечно, красивая, прикольная. Её нарисовал художник... Ира, помогай, пожалуйста, я туплю. Беляев Гинтовт, правильно? Беляев Гинтовт, точно. Я так гордился, что я запомнил эту сложную двойную фамилию. Вот. И, в общем, мы очень благодарны этой, значит, картине, но, мне кажется, ей нужно отдохнуть. Всё, хочется перемен маленьких. Не революции, а маленьких перемен. И вообще мы затеяли очень много перемен. У нас тут и сотый выпуск грядёт, тоже постараемся что-то сделать. И два года нам грядёт. Короче, к чему я? Смотрите. Если вы современный художник и готовы либо нам специально подарить, либо дать в аренду картину 2 на 2 метра, на которой есть звезда, не кремлёвская, любая пятиконечная звезда, может, она вписана в композицию, может, она одна сама по себе, может, и нужно нам вот так сделать, да, вот так вот, как моя мама делает, но я, честно, не... Это не российская шутка, у меня мама так вот делает постоянно, потому что у неё плохое зрение, чтобы разглядеть звезду. Ну, она, в общем, должна присутствовать. И мы хотим раз в какое-то время сделать такую выставку картин, да, не знаю, вернее, раз в какое-то время менять картины, чтобы получилась выставка картин. Вот, сформулировал. И, может быть, ваша картина здесь повисит. 2 на 2 метра ещё раз. Сейчас на экране появился адрес электронный, он будет ещё и в подписи. Пожалуйста, ничего пока не делайте, ничего не рисуйте, просто подтвердите свою готовность. С вами Ирина поговорит и все детали утрясёт. Вдруг у нас получится. Вот. Так, ещё у Ирины же есть подкаст. Уже какой выпуск у тебя по счёту случился? Ой, сейчас скажу. 20 уже было. 20 выпусков. Ты когда успела? Скажи мне, пожалуйста. 20 недель, представляешь? 20 недель подряд. Ужас. И тоже не пропустила ни одной пятницы. Вообще. Подписывайтесь. Только в аудиоверсии существует этот подкаст. Давай музыку включим, он называется. Рвёт чарты. Вообще. У Ирины уже появились там последователи. Ножки ей целуют. И так и должно быть. Может, и у вас будет свой подкаст? Я вот считаю, что у всех должен быть свой подкаст. Вы все найдёте свою аудиторию. Вот. Что ещё? Что ещё? Что ещё? Что ещё? Что ещё? Что я забыл? Смотрю телефон. Вроде бы я всё сказал. Да, я благодарю компанию WayRay. За то, что этот подкаст существует и будет существовать. Они нам помогают. А мы им очень благодарны и очень гордимся их успехами. И если вы хотите стать частью команды WayRay, то, пожалуйста, чекайте их ресурсы по найму новых сотрудников. Это технологическая компания. Там нужны новые мозги, свежие мысли и так далее. И найдётся, я уверен, место и вам, если вы толковый человек. Вот. В описании под видео тоже мы оставим координаты. Чё? Я вроде ничего не забыл. Было не так долго и мучительно. Видите? Не всегда интро это ужасно. Вот. У нас сегодня в гостях Мария Арбатова. Это первый селепт, с которым я сделал вообще фотографию в своей жизни. Представляете? Мне было тогда, не знаю, лет 18, может, меньше. Ну, ладно, чё я вам рассказываю подкаст с ней, без неё. Да, и важный момент. Я записываю это интро вот уже сильно-сильно-сильно-сильно-сильно позже, чем состоялся разговор с Марией. Мы поговорили с ней в конце августа. Вот мы там и про выборы предстоящие говорили, они уже прошли. Короче, вот имейте в виду, что там иногда может быть не совсем актуальная информация. Всё, погнали. Заставку. Пи-и-и. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Я Сергей. Здорово. Во-первых, вы нас простите, пожалуйста. Мы забрались на высокий этаж без лифта, мы вас умотали. Да. Простите. Ну, ничего. Я думаю, что не все ваши гости имеют больной ногу с годы жизни, поэтому многие из них, наверное, легко сюда вскарабкиваются. Рекорд установил Ваня Дорн. Есть такой певец. Он забежал. Я отстал от него минуты на две. Я не знаю, что он употребляет в пищу, но этот человек какой-то просто как пружина. Мяу. А в основном у меня гости, когда доходят, такие, что ж ты, падла, не сказал-то мне, что так высоко. Так что еще раз простите. Мы очень ценим, что вы к нам пришли. И я начну с личной истории. Можно ли? С личной истории начну. А давным-давно мама моего друга говорит, Сережа, иди ко мне сюда. Я говорю, да. Держи. Я говорю, что это? Прочитай. И там книга Марии Арбатовой. Прощание с 20 веком. По-моему, она в двух частях была, да? Да, в двух томах. В двух томах. Часть первая. И я помню, мне так понравилось. И это не вся история. Потом я был проездом в Москве, и мы попали на дурацкую передачу, идиотскую, Большая стирка. И вы там были экспертом. Мы были в гостях. По-моему, это была Большая стирка. У Малахова. У Малахова, да. Вот что-то такое. Ну, может быть, была, да. Но это уж что-то совсем было в прошлой жизни. Вот-вот. И я вас выцепил после съемок, потому что вы же та самая, значит, которая книжку написала. Вот это же Мария Рабатова. И у меня есть с вами фотография. Я, к сожалению, я обыскался. Не смог ее найти сразу. Но я обещаю, что я очень сильно постараюсь. И я покажу на экране. Мне там лет 10, конечно. На вид. Хотя там где-то мне 18 или что-то такое. Это прямо это... Я дрожал. Вы помните когда-нибудь в своей жизни, когда к вам пришел молодой человек высокий, и вот так вот стоял, дрожал с вами? Это я был. Вот. Вспоминается анекдот, как карлик приходит к Пахмуту и говорит, я вырос на ваших песнях. Извините. Ничего-ничего. Это никак не умаляет ваш высокий рост там и все остальные достоинства. Все эти годы я ждал встречи второй с вами. И вот она, значит, случайно. Ну, видите, вы уже не дрожите. Значит, есть положительный динамик. Он сказал, что я не дрожу. Вам кто сказал это? Я напуган. Я тогда помню, что я прочитал в книге, что Арбата – это псевдоним. Потому что вы жили на Арбате. И я так вас завидовал. Я себе такое напредставлял, что вы живете в доме с французским балконом, каждое утро пьете кофе, значит, с видом на Арбат. Я подумал, вот живут же люди. Вы сейчас на Арбате живете? Да нет, конечно. А что вы уехали с Арбата? Ну, и там в этой книжке видно. Я уехала с Арбата, когда моим сыновьям исполнилось два года. А до этого просто это была фамильная квартира, о которой там много всего написано. И везде, и в прессе. А вы не поменяли свой псевдоним? Вы же теперь не Арбатова, получается. Нет. Я Арбатова была не потому, что я жила на Арбате, а потому, что я была хиппи московская. У меня была кличка Маша Сарбата. Вот в этом пространстве как бы гудела... Я почему спросила? Потому что так большие квартиры, так я их чувствую на глазок. Тут прям можно затусить. Да, но у меня потолки были повыше, 4,5. И, в общем, было куда созывать братву хиппующую. Кончалось это, как правило, конечно, милиции. Но, тем не менее, вот это называлось салон Маша Сарбата. Салон. Потому что, как бы слово «флет», оно тут не работало. Поскольку я, значит, была девушка-пишущая, то все мои друзья, они были либо студенты, либо там собирающиеся поступать в театральные вузы, в художественные вузы. И, в общем, как-то все, кто не спился и не скололся, все как бы вышли в люди, что называется. Да. Смотрите, мы сейчас с вами записываем подкаст. Вы, помимо прочих заслуг, писательских, телеведущих и прочих-прочих, и психоаналитических, вы радиоведущая. В моей жизни был такой период, когда я частично завязалась с политикой. То есть, да, практически это была последняя моя политическая партия. Я всегда говорю, что в моей жизни было три мужа и четыре политических партии. И пошла вести правозащитную программу на радио «Маяк». Право быть собой. Право быть собой. Да, поскольку эфир был прямой, то пока я сидела в эфире, то, значит, все начальство сходило с ума. Сейчас, значит, дура что-нибудь ляпнет, нас уволят. И поэтому передачу довольно быстро как-то так вот поменяли, сократили. А потом вообще формат «Маяка» поменяли на вот это вот «Ля-ля-та-поля». Хотя тогда он был очень таким публицистическим, важным и так далее. Но, тем не менее, у вас есть представление, как работает радио. И что это такое? А у вас есть представление, что такое подкаст примерно? Ну, та же фигня, только показывают еще и... Кстати, не обязательно. Это по желанию. Кто-то снимает свой подкаст, кто-то не снимает. Это самодельное радио. Ну, да, да. Это как бы до этого мое образование дошло. Вот. Вот вас позвали одно время с ведущей в программу «Я сама». Да, было такое. И даже, по-моему, ваш ведущий Меньшова назвал это первой и единственной феминисткой. Так я... Это не точно или точно? Нет, это абсолютно не точно, потому что как бы слово «феминистка» раньше не писали просто. А я... Это было мое требование, чтобы в титрах я была, значит, феминистка. Поскольку я к этому времени уже была такой активной деятельницей женского движения и воспринимала это как продолжение своей деятельности, потому что иначе я не мотивировалась на телевидение. Я была такой жесткотеатральный человек. Я же драматург по основной профессии. Драматург, театр и кино. И, в общем-то, мне как-то телевидение само по себе не уперлось. Но поскольку это была трибуна, а попав уже в формат программы, стало понятно, что я не могу там читать лекцию, а могу только хохмить, чтобы это как-то прожевывалось страной. Но выбора не было, значит. Первыми феминистками были там, знаете, женщины, которые вышли глубоко до позапрошлого века. Тогда так, наверное, надо точно сказать, что вы были первой публичной феминисткой. В медиа, медиа. Ну, скажем, да, медиа феминисткой. Вот, медиа феминисткой. Вам нравился этот статус? То есть вам его дали или вы намекнули, может, я буду... Нет, это было мое требование. Это ваше требование было, да? Ну, то есть, понимаете, на телевидении есть люди, которых уговаривают, и которые ей уговаривают. Мне тогда было уже дофига лет, и я, в общем, была абсолютно состоявшейся драматург, и уже даже писала прозу, и уже работала в политике. Но еще сама, по-моему, сама не баллотировалась. В 99-м году первый раз, и неудачно, как всегда. Вот. И поэтому, в общем, я не видела себя в этом качестве, но телевидение только рождалось. И, кстати, вот к слову, смотрите, у меня отличный повод отрекламировать книгу. Почему? Потому что мы заботим. Значит, вот эта книга, это первая часть моего самого большого, самого толстого романа, который называется «Березовая роща». А вот эта первая часть вышла, пока только она. Сейчас вот тираж ушел, допечатывается вторая. Она называется «Вышивка поворованной ткани». Собственно, это история жизни девушки такой, из такой жестко провинциальной семьи, где папа-алкоголик, мама-ткачиха. И, значит, судьба такой, странная судьба Золушки, невероятно одаренной как медик, как экстрасенс, как массажист, как диагност, которая становится как бы главной звездой политического телевидения 90-х. То есть так получилось, что в 90-е я занималась и телевидением, и политикой, и мне было очень обидно, чтобы ушел этот кусок, потому что никто его так и не написал. То есть те, кто умеют писать, они там не были, а те, соответственно, наоборот. Те, кто пишут, пишут полную пургу, потому что они там, если были, они написать не могут. Ну, в общем, как бы это синтетический герой, так же, как и половина. Здесь смешаны реальные персонажи и персонажи вымышленные. Никто не сможет на меня подать суд, потому что даже те интервью, которые они дают, там есть во второй части будет формат телепередачи, которые она ведет, и эти люди дают интервью, которые они либо давали прессе, либо я вот возглавляю такой, ну, сейчас немножечко застывший по ковиду политический женский клуб. Вот нет ничего такого, что бы они там ни говорили при массе свидетелей, при записи, при таком же вот, как вы говорите, это страшное слово, подкасте. Вот, так что... Клуб женщин, вмешивающихся в политику? Да-да-да, я его волоку на себе с 96-го года, с выборов Ельцина. Ничего себе. Ну, вот, да, так бывает. Ни денег, ни счастья он мне не приносит, но все равно это уже люди, которые я, значит... Ну, с которыми уже полжизни прожито. Вы все еще активны в фемдвижении? Ну, что считать фемдвижением? Вот я и хотел вас спросить. Вот феминисткой кто может себя назвать? Это вот... Эта женщина делает что? Феминисткой и феминистом может себя назвать любой приличный человек. Независимо от того, что он делает. Но, как я люблю повторять, как попугай, любое общественное движение надевается национальную историю и национальный характер. Скажем, в скандинавских странах, где уже очень много сделано для того, чтобы были равные права, и где есть поговорка у мужчин, я феминист, потому что у меня нет проблем. В скандинавских странах феминистками называют людей, которые возглавляют общественные организации. У нас феминистками называют те, кто говорит, значит, мы не рабы, рабы не мы. И так далее. А в какой-нибудь Африке феминистка – это которая убежала, не дав сделать дочке женского обрезания. Убежала в джунгли и спасла ее. Поэтому слово феминистка, оно выражает, ну, я, например, либералка, но это не значит, что я работаю в данный момент в организации, которая продвигает либеральные ценности. Поэтому, значит, жизнь моя вся связана с борьбой за равные права. Но не только женщин. Вообще как-то я в правозащитной системе себя чувствую. Ну, конечно, я феминистка. Так же, как я уверена, вы феминист. И вот сидит Ирина, она тоже феминистка. Потому что она не хочет получать меньшую зарплату, чем мужчина, за ту же самую работу, да? Верно, верно. А какие-то успехи вы видите уже по отношению, не знаю, с 90-м годом? Очевидные успехи. Сумасшедшие успехи. Да. Все законодательство как бы более-менее перелопачено. Хотя есть у нас огромный провал, когда из закона о бытовом насилии вытащили и из уголовки перевели в административку избиение и истязание. Если они не тяжкие. Но мы прекрасно знаем, что за нетяжкими вслед обязательно будут тяжкие. Сегодня это синяк, завтра это перелом, послезавтра это стук по крышке гроба. Но вот так, к сожалению, садно-азахистские отношения развиваются. Но, тем не менее, мы прошли такой путь, что иногда я, как пожилая такая бабушка, думаю, как это я в свои 64 года дожила до того, что существуют кризисные центры, существуют какие-то государственные программы. Существует целое поле, а какие выросли девочки, благодаря тому, что мы квакали, квакали, нам говорили, это сумасшедшие, бабы дуры, недотраханные, они не знают, что хотят, у нас это окравные права. Ну вот, смотрите, выросло поколение, которое только удерживай от радикализма. И это тоже нормально, потому что, как вы знаете, если человек не был в молодости либералом, то это злой человек, а если он не стал консерватором, это глупый человек. Поэтому, конечно, радикалок я раздражаю. Чем? Ну, я уже человек умеренный, не в смысле даже не только возрастном, потому что я знаю отмороженных теток и старше меня в этом смысле, в смысле радикализма политического. Ну, просто у меня был длинный путь в политику, и я примерно понимаю, как устроена антропология государственной власти. И я понимаю, что просто сидеть и орать, все козлы, все сволочи, совершенно не перспективно, надо работать с властью. Но вообще правозащитники работают с властью, потому что они прокладка. У них есть возможность заставить власть сделать то, что ее не могут заставить делать жители на выборах. Вот сейчас опять у нас на носу выборы, и опять мы начинаем говорить, ребята, снимите лапшу с ушей, отнеситесь к этому серьезно. Начинается, а вот, мой голос ничего не решает, пойдите наблюдателями. Если нет возможности пойти наблюдателями, сядьте, у нас все камеры пишут все участки. Как только вы отсмотрели эту камеру и увидели, вы тут же пишете в Центр разбирком моей любимой Эли Панфиловой, и дальше начинается уголовный процесс, которых уже много по вбросам. Поэтому это очень важный механизм и единственный, который доступен человеку обычному, среднеарифметическому. Это пойти и проголосовать за партию, которая кажется более приличной, за депутата, который внушает доверие и так далее. Смотрите, мы с вами живем в Центральном округе. И Центральный округ – это единственный на сегодня округ России, в котором нет ни одного муниципального депутата от партии власти. Понимаете, да? Поэтому, значит, все в «Единой России» почесали репу и поняли, что здесь не пройдет никто из «Единой России». И тогда появилась фигура сторгованная. Взяли замечательно. А вот вы и не знаете, наверное, кто у вас кандидат депутата сегодня. Вот есть, значит, мужчина, который очень долгие годы работал в «Лизе Алерт». Так подождите. Леонов. Так он у нас был, на вашем месте сидел. Во, все. Тогда это не агитация. Тогда все знаете. И это, понимаете, очень... Тогда я... Он действительно по нашему... Ко мне тут подошла женщина, говорит, не хотите проголосовать? Я говорю, он у меня был в подкасте. Ее это совершенно никак не впечатлило. Я говорю, вот видео. Она говорит, угу. Ее снова это не впечатлило. Не верило. А что он? Да, он... Оказалось, что он баллотируется. Когда он был у нас в гостях, мы этого не знали. Ну, это ее... А вы имеете право. А, собственно, мы и не говорили вообще про политику. Мы говорили только про «Лизу Алерт». Значит, у нас вышел подкаст. Мы его записали. Это был очень успешный подкаст. Потому что ты получил реальные инструменты, послушав этот подкаст, что делать в случае, если кто-то пропал. Прямо реальные шаги. Все. Я уверен, что... Вот я так вот заявляю, что благодаря этому подкасту мы реально сделали доброе дело. Это сделали важнейшее дело, потому что люди не понимают. Мы дали инструкции. Потом дальше. Значит, проходит некоторое время. Я вижу... О, здравствуйте. В Москве, в моем районе, висят его портреты на билбордах. Потом появляются листовки с ними. Что происходит? Потом смотрю. Так, он выдвинулся в депутата. Сначала у меня было ощущение, что меня обманули. Да, потому что... Подождите. Я что, поучаствовал в рекламной кампании кандидатов в депутаты? Сам того не знаю. До выдвижения это не считается. Ну, конечно. Вы не нарушили федерального закона? Конечно. А потом я подумал... Черт возьми. Я же с ним лично знаком. Он мне сказал про свои реальные дела. И мне стало как-то... У меня как будто бы появилось даже доверие к тому, что я там вижу. Хотя все эти билборды для меня... Сатанизм. Вот эти вот все люди в галстуках и так далее. Я им не верю. А тут совершенно как бы скалькулировано, очень точно мне дали абсолютно другого человека, которого абсолютно точно можно уважать за абсолютно точно сделанные дела. И я растерялся прям. Думаю, я даже не знаю, что и думать. Ну, смотрите. Выбор уже это плохо. Значит, давайте откажемся от клиширования. И я, будучи такой вот отмороженной либералкой, могу сказать, что приличные люди есть даже в Единой России. А вот там какой-то части яблока я, например, руке не подам, потому что я с ними на выборах сталкивалась. И тут надо голосовать за конкретного человека, потому что есть депутаты, которые пашут, а есть депутаты, которые пилят деньги, а есть депутаты, которые приходят. У нас самое большое количество олигархов. В какой партии, вспоминайте? В коммунистической. Что? Потому что им нужна неприкосновенность. Лидеры, лидеры, значит, коммунистической партии у нас олигархи. А у меня вопрос к вам. Вы как бы много в политике присутствовали? И, как вы говорите, знаете, как это все работает? Окей, пришел толковый человек в Единую Россию. Вот мы с ним все познакомились на подкасте. От него будет толк? Его система не задавит? Какой бы ты ни был молодец и классный, и деятельный, считается ли это все, когда ты пришел туда, и там все свои законы? Нет, понимаете, я разговаривала с одним известным спортсменом. Я не буду называть его фамилию, чтобы не нарываться на судебный очередной процесс, которому я говорю, а что ты там делаешь? Ты же... А он говорит, да что там делать? Мне там утром дают, значит, вот, какие вопросы голосования, где галочку поставили. И я вот это голосую, да? Но при этом, значит, вспоминайте, кто из членов Единой России проголосовал против пенсионной реформы? Один человек. Он называется Поклонская. Ничего, да? Кто из членов Единой России борется сейчас за закон против насилия над женщинами? Оксана Пушкина. Единая Россия. Масса людей, как бы приличных, есть везде. Так же, как там партия может быть суперлиберальная, а потом она, как это было, не помню, в 99-м году, там, по-моему, с Яблоком, они посчитали, что у них там электората там собачников меньше, чем не собачников. И стали агитировать там чуть ли не за вот эти отловы, да? А при этом они либералы, якобы, да? Тут очень тонкие настройки должны быть при голосовании. Поэтому, ну, человеку хотя бы надо погуглить про своего кандидата, а то они приходят на учаток, смотрят, рожи, а там еще клонирование, да? Я же почему Арбатовой стала по паспорту? Потому что когда я в 99-м году баллотировалась, я была Мария Арбатова, и тут же мне сказали, что они готовят... А, а у меня девичья фамилия Гаврилина. И я была бы написана Мария Гаврилина в Скопсках Арбатова. А они сунули бы с такой же даты рождения Марию Арбатову. Ну и чего? Приходит человек, две Арбатовых. Голосуй за какую хочешь, да? Ну, как бы там много нюансов в этой технологии клонирования, но обычный избиратель, которому вообще все пофигу, потом он пришел, знаете, по старой привычке купить дефицитные бутерброды в буфете. Помните, как в советское время там выкидывали уже дефициты, чтобы народ ходил? И он, значит, смотрит, думает, вот этот... Ну, вроде вот этот лучше, а может вот этот, да? Ну, как гуглевская невеста. И, конечно, никакой упроку от этого голосования нет. Ну, понимаете, у нас вот феноменальная как бы ситуация в стране. У нас 60% людей политизированы, но на выборы они ходят, как бараны. В Америке там что-то, по-моему, 20-30, там все неприлично говорить и спорить о политике. Но они на выборы, когда ходят, они очень четко понимают, кто их защитник, да? В Индии 99% голосует, понимаете? Все вот нищие, которые спят там около Ганга на пляже, они приходят, у них у всех социальная карта, они все голосуют, древнейшая демократия. И там нельзя выиграть выборы по телевизору. А у нас, значит, все это еще такое совковое наследие, а я не пойду, а я не буду, а они там все сволочи, а я никому не верю. У меня такой настрой. Слушайте, политика – это искусство возможного. Вот если вы не пришли, значит, вашим голосом может воспользоваться какая-нибудь директорша школы для того, чтобы получать свои там 300 или 500 тысяч, теперь у них большие оклады, и, значит, этот голос сунуть в Единую Россию. Ее поэтому там и держат. У нас ведь, понимаете, кто выборы делает? Руководители медицинских учреждений и педагогических. То есть как бы люди, которые должны на самом деле как-то все время соотносить свою жизнь с совестью. Окей. То есть вы рекомендуете действовать все-таки? А у вас нет другого диапазона. Можно сколько угодно в сетях трындеть, как все плохо, как все неважно. Но механизм вам дается раз в четыре года. Не знаю, я вот вам говорю, что у меня недоверие вообще к системе. Я считаю, что какой бы хороший человек ни пришел, система его немножечко подкрутит. Слушайте, ну это из серии, значит, все русские пьяницы, все там немцы скупые, там все французы, значит, еще там кто-то. Да нет, конечно. У меня к вам вопрос. Вернемся чуть-чуть к феминизму обратно. Вы мама двух мальчиков. Ну, я бы сказала, что дяденек уже. Дяденек. Да, и бабушка двух. Ну, когда-то вы мама друг мальчика, потом юноша и потом мужчина. И вы как-то какие-то особенные наставления им давали? Нет, я точно так же воспитывала бы девочек. Мои сыновья умеют делать все. Они могут построить дом, они могут сварить суп, шить платье. Но космические корабли они не построят, потому что они гуманитарии. Один, вот, как я уже говорила, культурный антрополог. И он при этом, поскольку он был координатором Архнадзора, он дополнительно получил реставрационное образование. Я ему говорю, Петь, ты после аспирантура по философии. Я говорю, зачем тебе это образование? Он говорит, а потому что к нам приходят, когда хотят, значит, уничтожить дом. И говорят, а у вас тут нету реставраторов. Он показывает бумажку и так далее. Второй сын у меня психолог, известный и успешный. Значит, поэтому они космический корабль точно не построят. Но дом вот они мне построили. У нас нету деления на мужские и женские роли. И так как-то было со всеми вот тремя моими мужьями, потому что как-то мы жили в каком-то сознании цивилизованного такого брачного проекта. А давайте про разводы поговорим. Я разведен. И я в медиасреде наблюдаю сейчас частую картину. Значит, допустим, происходит развод медиаперсон. Вот, допустим, известная какая-нибудь блогерша, она разводится с мужем. Из этого делается катастрофа на весь мир. Где-то заслуженно, где-то незаслуженно. Как он мог? Да. И, значит, на этом делается социальный капитал. Такой вот. Бабоньки, что ж творится-то? Разводятся с нами. Вы прошли через три развода, да? У меня, в общем, какое-то ощущение инфантилизма в обществе относительно как бы брака. Что ты должен страдать, ты должен быть плохо, но ты всеми усилиями сохрани это дело. А нет ли у вас такого ощущения, что какой-то, не знаю, инфантильный подход к браку? Что во главе не счастье отдельных людей, а какой-то некий социальный долг. Вот вы просто должны, вы теперь всем нам должны. И не смейте разводиться, и не смейте по отдельности быть счастливы. Ну, смотрите, мы с вами только пытались уйти от политики, как мы в нее вернулись. Политика опять. Потому что скрепную модель нам навязывает РПЦ, который является просто идеологическим отделом Кремля. Вот это вот самое, мы будем решать за вас, сколько вы делаете абортов, женитесь, вы девственны, вы там и так далее. Это же тренд идет из определенного места, да? Который хочет, чтобы мы были там избенные, внутренние, исконные и пасконные, да? Что у России свой путь, не надо ей прав человека, это все навязано из Европы. Вот, это оттуда. На самом деле, все-таки мы живем уже, особенно ваше поколение, все-таки в системе личностных ценностей, и развод вовсе не означает, как бы, ну, скажем, кладбище для отношений. Я, например, оставалась со своими мужьями всегда в отношениях просто глубоких родственников, и дети не должны были от этого страдать. Ну, вот, то, что вы говорите, уже не характерно. А то, что девушки, значит, и юноши тоже делают карьеру на, как вам сказать, демонстрации своей там личной, сексуальной, семейной или какой-то жизни, это, ну, как бы, да. Но это не имеет отношения к правилам на брачной ярмарке. Брачная ярмарка – это социологический термин. Это вот все количество там мужчин и женщин, которые готовы заключать брачные связи. Вовсе нет. Люди легко сходятся, легко расходятся. А сейчас по ковиду какое-то сумасшедшее количество разводов. Потому что люди привыкли ходить на работу, а вот видеть этого человека в клетке целый день, если нет любви, то это невозможно. Вот, поэтому я не вижу того, что общественный стандарт кого-то принуждает. Вот он принуждал, в советское время были месткомы. Там загулял муж или жена, вызывали на местком, говорили, партбилет заберем. И человек возвращался, потому что он там за границу не мог сотрудник выехать, если у него не было жены. Ну и так далее. Но сейчас это неактуально. Сейчас люди разводятся. Самое важное, чтобы они разводились по-человечески. Тем более, что уже у нас появился рынок психотерапевтических услуг, которые помогают нормально развестись, чтобы не убивать друг друга, не уничтожать друг друга, не размывать другому самооценку из-за этого. Просто вот, ну, да, вот это кончилось в данном формате, но это будет продолжаться в другом формате, и он ничуть не хуже. Зачем люди продолжают жениться? Как вы думаете? Почему так? Затем же. Вам не кажется, что это несовременно уже? Жениться, что вы подразумеваете под словом жениться? Машину с куклой, как это было в советское время? Не-не-не-не-не. Я имею в виду, вот зачем... Штампы ставят. Штампы ставят. Зачем в отношения, значит, втаскивают государство? Ну, я хочу сказать, что, во-первых, очень уже как бы статус ЗАГСа, он сильно очень упал. Во всех смыслах. Вот только что у меня падчерица заключала брак с молодым человеком. Ну, по ковиду-то вообще это не приветствуется, но они никого не позвали. На самом деле, мало кто знает, что можно заключать брак без свидетелей. Вот. И поэтому, значит, вот сам по себе вот этот вот статус, вот эта свадьба, там, тра-ля-ля, она уже как-то уходит в прошлое. Люди заключают брак на бумаге для каких-то, ну, таких меркантильных вещей, ребёнок, наследственность, там, ещё что-то. Более того, у нас ведь понятие гражданский брак, оно абсолютно извращено. В России был церковный брак, он сменился гражданским браком. Первым гражданским браком была регистрация, значит, брака Александра Каланта и с её, я уже запуталась в её мужьях, ну, вот с этим матросом Дебенко. Как бы показательный брак бывшей дворянки с матросом, который был моложе на 17, по-моему, лет. Это был гражданский брак. А сегодня у нас гражданским браком называют просто сожительство. Да. Но, тем не менее, количество гражданских браков увеличивается, потому что люди не понимают, зачем им идти, тем более, что семейный кодекс, он не защищает женщину и ребёнка после развода. Вообще никак, да? Там есть страны, в которых, например, есть такой закон, два человека, одна карьера, да? Вот она сидела дома, а он делал бизнес. Потом они развелись, она осталась у разбитого корыта, а он там женился на секретарше. Там этого нету. Или наоборот. Она стала там премьер-министром, а он остался там дворником. Нет, так у нас же точно так же. Всё нажитое в браке делится пополам. Бизнес у нас не так делится. Вот если бизнес записан на него, а для этого существует масса ухищрений, то ей ничего не достанется. Ну, поделится квартира, может быть, поделится дача там и так далее. Но у нас нету понятия два человека, одна карьера. Его нету, его законодательно просто нету. Есть брачный договор, который тоже с трудом коррелирует с федеральным законом, но это всё непросто. А что не так за брачным договором? Брачный договор говорит напополам. В смысле, наоборот, федеральный закон говорит, что всё делится пополам. А брачный договор говорит, а если она то? А если он всё? А если это, да? Там в какой-нибудь Америке вы докажите, что ваш муж вам изменял, и вы его голым в Африку пустите, да? А здесь всё не так. Поэтому всё-таки количество брачных договоров, оно сейчас увеличивается. Там какая-то вообще прогрессия бешеная. И я за брачные договора, хотя я ни разу в жизни, естественно, не исключала, но я такой постсоветский человек. Почему я за них? По той простой причине, что, по-моему, 60% расходятся прямо при заключении этого брачного договора. Я так расходился. Из-за брачного разговора? Не-не-не, не из-за. Мы перед разводом заключили брачный договор. Но вы не на этом сломали? Нет, 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 конечно. Нет. А что, у вас так много денег, что вы заключали брачный договор? Имеются. Вы прямо олигарх? Да нет. Пока нет. Нет, ну, я говорю, что это очень полезно как фильтр того, верят люди друг другу или нет. Способны они на берегу сотрудничать или нет. Ну да, но это немножко подрезает крылья отношения. То есть, нам так хорошо вместе, давай окунемся в бюрократический ад. Ну... Как бы это немножко нелогично. Поэтому люди не заключают договор перед браком, что плохо. Потому что в случае чего потом уже на разногласиях это сложно сделать. Ну да, да. Как вы относитесь к феминитивам? Нормально. Вы просто, вы же писатель, драматург, тут уж никак, драматургесса. Вы, наверное, в иных языковых оборотах вас как бы формировались, да? Не было такого количества феминитивов, как сейчас. Вас они, вам не режут слух они? Смотрите, это совершенно как бы такая война с феминитивами, она абсолютно безграмотная компания. Потому что феминитивы были всегда. До революции, там, не знаю, любое слово, там, я не знаю, иностранка, медсестра, там, не знаю, казашка, гувернантка, оно как феминитив существовало. После революции было введено огромное количество феминитивов, там, типа, рабочая колхозница, там, тра-ля-ля, да? В 60-е дали новую волну феминитивов. Ну, и сейчас она очередная. Я вообще не вижу в этом никакой проблемы. Многих она раздражает, эта тенденция. Создавать феминитивы вот прям сверх меры, везде, из каждого слова. Создавать феминитивы невозможно. Это примерно так же, как пропагандировать гомосексуальность. Да. Потому что язык, живой организм, он усваивает только то, что на этой почве вырастет, да? Потому что с изменой ролей язык начинает описывать новую реальность. Там, например, вот если раньше был губернатор, президент и генерал, а губернаторша, президентша и генеральша обозначали жену его, то теперь все наоборот. Потому что я всегда вспоминаю, как первая приехала женщина-посол из Израиля, и она приходила на приемы с мужем, и к нему бросались, значит, журналисты и говорили, «Вы посол?» Он говорил, «Нет, я не посол, я жена посла». Такой у него был еврейский юмор, да? Но как только появились генеральши женщины и президентши женщины, язык, ну, невозможно говорить «женщина-президент». Это же полная хинея с точки зрения логики. И вот логика, она забрасывает в наш мир такие вещи. Новое поколение феминисток, оно, значит, вводит новое, извините за выражение, суффиксирование, да, у них блогерка, режиссерка. Конечно, мне, как старорежимной писательнице, это режет слух, и для меня все-таки блогерша и режиссерша, но я не могу уверять вас, что моя внучка не будет говорить «блогерка». Я не знаю, что усвоится в языке, что вырастет, что получится, потому что есть такая смешная фишка, что сначала слово «машинист» означало человека, который ведет поезд. Потом слово «машинист» означало человека, который печатает на рейдингтоне. Потом появилось слово «рейдингтонистка», а потом появилось слово «машинистка». И мужчины бастовали против этого, потому что женщины отняли у них работу. А теперь у нас в метро и в РЖД появились первые женщины-машинистки, а пишущие машинки ушли в прошлое. Поэтому доверяйте языку, он ничего плохого не сделает. Ну, язык и функция языка – отражать время, отражать процессы. Конечно. И, в общем-то, отрицая феминитивы, мы, наверное, отрицаем процессы. Конечно, моя бабушка, моя еврейская бабушка, у меня есть русская бабушка, еврейская бабушка, значит, моя еврейская бабушка написала учебник русского языка перед войной. И она, конечно, говорила коричневый и так далее, да, булочная. Но мы так не говорим. И это не значит, что это хорошо или плохо, просто язык меняет. Сейчас вообще кофе, Институт русского языка разрешил считать персонажем среднего рода, да? Оно. Да, да. Я очень-очень тяжело адаптируюсь к феминитивам. Я вообще не против. Окей, какая разница, что я думаю, да? Это нужно, поэтому это и происходит. Но я каждый раз делаю так. Почти не знаю, что я, кто я этот самый. Я старорежимник, да? Я против прогресса. Ну, знаете, голубчик, скажу я вам это голосом пожилого психоаналитика. Один из признаков психического здоровья – это уровень адаптивности. Чем мы адаптивнее к времени, тем мы здоровее. Потому что у нас большой запас психической энергии, чтобы меняться. Меняться на клеточном уровне каждый раз. Вот вы подходите к поезду метро, а там сидит прелестная девушка. Вот я как-то недавно портрет девушки, которая первая села за этот самый... Видите, я как показываю, там же кнопки одни уже. За пульт метропоезда разместила у себя в Фейсбуке. И вдруг набежали тетки и стали писать. Да она лохматая, да ей волосы мешают. Мы им пишем. А вы что, когда за компьютером сидите, вы волосы стрижете, берете на лысо или в хвост забираете? Там же тоже клавиши, те же самые клавиши, что за компьютером. Но даже тетеньки не готовы к этому. Вот вы подходите, видите, машинистка. Значит, вы уже в новой реальности. Я прекрасно отношусь к женщинам на профессиях традиционных, на которых я видел мужчин. Мне почему-то сложно применять феминитивы. Это какой-то барьер во мне, я не знаю почему. Это чип, вас зомбировали. Я зомбирован, все понятно. Знаете, когда вот даже в этой книжке, там в продолжении у меня будет эта история, когда первая женщина пришла в Центробанк руководителем, все были в полном шоке, потому что договаривались по баням. Такие бабы-то понюшли, да? Вот. Но меняется, все меняется. Все причем меняется очень быстро. Вот когда ты показываешь вот так, это что? Это телефон. Сейчас многие тебя уже не поймут. Это что такое? Не поймут. Вот телефон. Не поймут. А через лет 15, хрен его знает, что этот жест уже, наверное, тоже устареет. Да. А дети не могут набрать на диске круглом. Да, это странно для них. Меняется все очень быстро, да. И адаптироваться, ну, это неизбежно нужно. Я просто вот с вами делюсь своими страданиями. Мне тяжело иногда бывает. Почему-то меня феминитивы триггерят. Надо разобраться с этим. Что-то не так. Слушайте, по поводу равных зарплат. Вообще, да. Супер. Конечно. Да. Но вот вопрос. Возьмем, допустим, баскетбол. На Западе... Я активно слежу за баскетболом, поэтому я такой пример перевожу. На Западе есть две лиги. NBA и WNBA. NBA – это Национальная баскетбольная ассоциация. W – женская Национальная баскетбольная ассоциация. И баскетболистки там получают откровенно маленькие зарплаты. Ну, просто мизерные. Фактически иногда равные одной игре мужчины. И они закономерно и законно возмущают. Что у нас такие маленькие зарплаты? Что за фигня? И им говорят, вы не зрелищный вид спорта, на вас не идут. Где мы можем взять деньги, если нет экономики? Ну, не зрелищно вы играете. Будьте лучше. И вот тут как бы... Вот как решить этот вопрос? Женщины вправе требовать разноценный зарплат, но если бизнес не может им дать этого, логика здравая, продолжать требовать? Ну, смотрите, я как раз сегодня писала о том, что жена какого-то нападающего или еще кого-то... Я очень далека от спорта, я их не различаю. Пришла в какое-то ток-шоу в прикиде на 114 миллионов. Ну, неплохо. Она могла в аренду взять, кстати. Не-не-не, входили колечки, там еще что-то, сумочки и так далее. Вот. Но при этом, значит, я разговариваю по телефону с сыном, у которого лежит, который лежит с внучкой моей в больнице сейчас, в отличной больнице, детской больнице, Тушинской. И он мне говорит, одна из странно, все отделение зашивается. Я не могу ее отловить. А все дети на капельницах? Вот. И сестра это получает, ну, хорошо, если 20 тысяч, но, может, еще 25 тысяч. Вот. А при этом, значит, вот тетка рассказывает, что ее там мужик, который, значит, вся его сила в ногах, обеспечил ей вот такое безбедное существование, на которое можно было там, не знаю, прорву обреченных детей вылечить просто, да? Это тоже отдельная тема. Можем поговорить про то, как у нас лечатся дети, почему у нас на федеральном канале собираются деньги на то, то, что закон гарантирует по ОМС. Поэтому разговор о том, что они зрелищные или они незрелищные, это разговор сложный. Это также, когда говорят, а вот женщин-академиков-то меньше, луретов Нобелевской премии меньше, да, меньше, потому что они всего сто лет, как получают высшее образование. Здесь то же самое. Я уж не говорю про наш футбол, который не сильно зрелищный. Я хоть и не специалист в этой области, но я знаю, что ломову проигрывают везде. Но при этом получают зарплаты какие-то совершенно астрономические, причем не от спонсоров, а из наших с вами налогов. Вот это совершенно чудовищно. При этом, да, женский футбол во всем мире, он жалуется. И вот американки недавно бастовали, что женщины-футболистки получают меньше. Но это опять-таки патриархальный хвост, потому что женщины не привыкли ходить на женский футбол, потому что как бы пиарятся мужчины, хотя это тоже очень сложный вопрос, на самом деле на мужиков, обтягивающих трусах, должны смотреть женщины, либо все эти мужчины-латентные гомосексуалисты. Вот я, например, подхожу к какой-нибудь там, ну, знаете, я бывший психоаналитик, от меня, знаете, не спрячешься. Включаю телевизор, бокс там, значит, тужатся мужики, которые все такие прям вообще, что надо их использовать по прямому назначению, да? Кто на них смотрит? Такие же мужики. Почему? Не знаю, должны быть исследования. Ну, что им в шубе драться, что ли? Вопрос не в этом. Вот сейчас недавно, я далека от спорта, но я вижу все вот эти темы нарушений. Недавно какие-то спортсменки, кто они у нас там, не то плавчихи, не то бегунья, отказались бежать в бикини, побежали в шортах и их оштрафовали. При этом, значит, почему в бикини? Потому что мужикам приятнее на них смотреть в бикини. Это в волейболе было. Пляжный волейбол. Ну, может быть, да. Да-да-да, там официальная форма, это бикини, и очень сексуализированный вид спорта, из-за того, что там определенные ракурсы принимают и так далее. Да, по-моему, это было в пляжном волейболе. И они сказали, что мы будем в шортах. Да, и им пришлось... Кир, ты можешь найти пляжный волейбол, бикини, скандал? Ну, неважно, мы с вами оба знаем, про что это. Но при этом, значит, команду оштрафовали за то, что они не так, значит, свою попу укрыли. Как им удобнее играть. Но при этом тетки из третьего мира приезжают в платках. И никто их за это не штрафует. Потому что патриархальный стандарт. Нам нужны ваши попы, поэтому, значит, вы наденете бикини. А вот здесь нам не нужны ваши попы, поэтому вы будете там в пранже играть. Это тоже все вещи, которые тянутся оттуда. Оттуда, где женщина – объект потребления. Поэтому, конечно, женские там какой-нибудь... Вот у нас женщины-шахматисты только-только начинают играть с мужчинами-шахматистами. И всегда говорят, да вы, бабы, дуры, у вас женские шахматы не на том еще уровне. Но они не столько лет тренируются, да. Но уже как бы вот все это дело начинается. Уже есть там всякие чемпионки мира, которые уже в частных боях делают мужиков только так. Ну, конечно, спрос на женский футбол или баскетбол или волейбол, он, конечно, ниже. Потому что он менее раскручен, да. Туда особо не вкладываются. Не привыкли. Но я думаю, что лет через 50 уже никто не будет чувствовать разницы в этой области. Когда-то же, знаете, там это... В театре Кабуки, который создали женщины, пришли одни мужчины, и до сих пор они в нем играют. Ир, ты узнала? Да ладно, слушайте, какая там праздница? Нет, ну просто интересный момент. Тут наоборот, ты сказал про шорты, а их оштрафовали за то, что они вышли в шорты вместо бикини. Так я об этом и речь. Они выбрали шорты вместо бикини. А, ну все, все правильно. Им было удобнее бегать в шортах, чем в бикини. Вот тут, блин, такой странный момент. Они знали же, что у них такой вид спорта, и это униформа. Почему они до этого не утвердили все эти нюансы? Ну, я не знаю, это мне сложно. Я все-таки от спорта далека, близка только к правонарушению. Потому что спорт, он весь на регламентах. И если ты хочешь нести изменения в регламент, это может дать тебе преимущество, например. Ну хорошо, а платки, если он весь на регламентах? Кто-то играет в платках, да? Здрасте. Все вот эти вот арабские страны и прочие, они все в платках. Даже встречаются там какие-то американки, которые... Вот она мусульманка, и она придет в платки. А это очень такая важная тема для женского движения. Потому что там, где платок, там завтра может быть и этот самый пояс. Совершенно однозначно. Там, где женщине говорят, Аллах не примет тебя без платка, Аллах может не принять все что угодно, вплоть до вот... Сами понимаете, чего. Мне не нравится садиться в самолет с женщиной, которая в платке. Вот не нравится. А вы с ней говорили? С этой женщиной? На каком языке? Говорить бесполезно, потому что, смотрите, у нас все это вернулось в кавказские регионы. То, что там происходит, это абсолютный беспредел. У нас есть фонд правовой инициативы, который тоже признали иноагентом. Который занимается только кавказом. Тот самый фонд, который нашел в Дагестане женское обрезание. Это замечательная история про женское обрезание. Вы про нее тут не рассказывали? Нет. Ну, они сделали анонимные опросы, потому что сделать их неанонимными невозможно. Их там просто камнями забьют. И выяснилось, что там у одной национальности, я уж не помню, как она называется, это традиционно. Причем нашли это везде и в Грузии, и в Армении еще где-то. Не у всех, но у определенного сегмента. Когда хорошо, если в больнице, а то там старая бабушка ржавым гвоздем это делает. Ну, я уже не говорю о том, каков уровень инвалидизации для этой женщины. Но делается это для того, чтобы она была лишена сексуальной жизни. Чтобы она была домашним вьючном животном и никуда бы больше не высовывалась. Собственно, суть женского обрезания в этом же. И, значит, когда фонд правовой инициативы потребовал исследования, там появился муфтий, с именем которого я не выговорю, который сказал, что всем надо делать, во всей России надо делать. Ну, потом его быстренько куда-то убрали за навеску. Но огромная история связана с судом, который до сих пор ни к чему не пришел. Когда мама Чеченка отдала своему мужу в Дагестан дочку на каникулы или на выходные, а его новая жена повела ее в клинику, где ей сделали обрезание. Девочке было 9 лет. И дальше ее посадили на автобус, отправили обратно истекающей кровью. Ну, так миленько. При том, что эта мать, как бы мачеха, не имела никакого права даже подписывать медицинское согласие. Вот до сих пор идут суды. Вы думаете, они кем-то выиграны? Нет. У нас нету на Кавказе вообще никакой власти, кроме шариатской. Вот уже в Дагестане Васильев не справился. Вот уже назначили там, не помню, как его фамилию, и все равно все то же самое. И вам кажется, прямая связь между платком и обрезанием? Ну, это звенья... То есть сегодня платок, завтра обрезание, да? Ну, это как бы звенья одной цепи, которые, на самом деле, ничего общего даже не имеют с сурами Корана, да? Я хочу напомнить, что всякая история, например, про свобие тысячелетия, когда несовершеннолетнюю школьницу подкладывают под старого мента, который ей годится, в отцы. А по-чеченским масштабам вообще в дедушке, да? Это же тоже история, которая не коррелирует с российскими законами совершенно. Слушайте, мне кажется, платок платку рознь. Вот правда. Как это? Подождите, как это? В каком смысле? Если вы не можете выйти дома без платка? Вы попробуйте. Особенно в жаркую плату. Так я вам хочу... Вот я и веду к этому, что иногда это выбор религиозного человека, и мы не вправе лезть в выбор человека. Вот если он хочет ходить в платке, это его выбор. Он может в нем не ходить, но он выбирает ходить, и мы домысливаем, что его заставляют. Вот это одно. Но когда человека лишают права выбора, вот это ужасно. Стоп. Значит, когда девочки с детства объясняют, что Аллах ее не примет без платка. Есть страны, в которых девочка надевает платок с определенным возрастом. Есть страны, в которых она носит платок всегда. Да, я помню, в последний раз мы отдыхали, плыли из Хельсинки в Стокгольм. И там была тетка, я уж даже не поняла, из какой она страны, с вот такими девочками, которые были все даже не в платках. А это другое название имеет, я вот забыла, как это называется, в таких фигнях. Хиджаб? Нет, хиджаб – это и есть платок. Там очень много модификаций, вплоть до полного закрытия. Франжа, бурка, хиджаб – там много очень слов. Вопрос не в этом, вопрос в том, что уже давным-давно доказано, что просто девочка хуже развивается. И я помню, как одна из этих девочек пыталась играть с детьми. Они там должны были через что-то перепрыгивать, через что-то подлезать. Будучи как бы физически развитой, так же она не могла. Ну, потому что у нее другой угол зрения, потому что у нее закрыты уши всю жизнь. Она не туда развивается, понимаете? Но я говорю, что всем, кто говорит о том, что это свободный выбор, я советую просто взять и месяц походить в платки. И все, и никаких вопросов. Все же, вот у нас был до вас Равин. Равин. Потрясающий человек. Мы с ним беседовали и беседовали. Вот кто-кто, а вот там мужчины-евреи, да, и вообще-евреи, у них там настолько специфические наряды, да. И весь иудаизм как бы очень пластичен. Ты желательно, чтобы ты выполнял предписание Торы, но тебя никто не наругает и не заставит тебя это делать, только если это не ультра-радикальный какой-то версия иудаизма. Я же не могу жалеть этих людей и говорить, вот вы бедные и бедные. Они сами это выбрали, причем как бы они тоже себе задавали вопрос, не вредно это или так далее, и нашли какие-то ответы для себя. Я не считаю, что любая женщина в платке – жертва каких-то там, какого-то абьюза и так далее. Вот правда. Ну вот про евреев мне очень нравится, потому что у меня папа русский, мама еврейка. И мой прадедушка – один из создателей сионизма в России. Мой двоюрный дедушка – человек, который спас библиотеку Шнерсона. Мой троюрный брат – известнейший раввин и художник Александр Райзенштадт. У него 11 детей, и, значит, девочки там живут, как полагается, по Торе. И я хочу вам сказать, что это абсолютное Средневековье. Ну просто абсолютное Средневековье, потому что мы даже не можем с ним встретиться за столом, разве что в синагоге, потому что они это не едят, это не едят, и вообще разрешено только пиво и водка. Значит, иудаизма вот прямо уж вот такого, его не существует, потому что это только в православной церкви все построились. Как объясняют раввины, три раввины – это пять разных школ. Но по-любому религия, которая занимается ограничением прав человека, она, как вам сказать, невозможна в современном обществе. Немодернизированная религия. Да, в Израиле есть ультрарадикальные, которые ходят в этом все. Но, во-первых, они получают в специальных магазинах специальную кошерную еду по специальным талонам. Во-вторых, когда начинается война, они быстро уже вжат в Америку. В-третьих, значит, когда вы находитесь в Америке, у меня вот такая толстая книжка про Америку. Там разные синагоги. В некоторых там могут гомосексуалы быть членами синагоги, в некоторых женщины могут быть раввинами и так далее. И вот ультраправые евреи, они им звонят и обещают их взорвать, при том, что они живут на их деньги. Потому что если вы прихожанин синагоги в Америке, значит, часть ваших приношений туда, членских вот этих взносов, он идет в Израиль. Поэтому вот не надо мне втирать проявреев. Я про них знаю все. Ну вот только что до вас, два часа до вас, сидел, значит, раввин. И в частности на своем примере говорил, что ты можешь быть при общении, но можешь не верить. Если не хочешь, тебе некомфортно, не верь, не соблюдай Тору. Пожалуйста. Подождите, подождите. Я к чему это говорю? Потому что что касается уж религии точно, там столько частностей и бесконечное количество. И я не считаю, что всякая девушка покрытая какая-то жертва чего-то. Часто я уверен, что это выбор разумного человека, который, наверное, знает последствия ношения платка, допустим, не знаю, как вы говорили, что это вредно для здоровья. Ну, подождите, про это есть анекдот, когда мальчик говорит, мама, почему ты всегда в платке? Она говорит, ну, это мой личный выбор. Он говорит, а как ты это выбрала? Ну, я это выбрала, потому что если я его сниму, то Аллах меня порежет на кусочки, сожжет, там проживет и выплюнет. Понимаете? И в ультрарадикальной семье женщины подвергаются там такому же насилию психологическому, какому хотите, как женщины в консервативном исламе. Я постоянно вот у меня... Я же ведь не отрицаю это. Ну. О чем мы спорим? Потому что не всякий случай к девушке в платке – это есть результат какого-то насилия. Вот я вот уверен. Это результат психологического насилия, потому что, вы знаете, можно же сказать, что они сами очень хотят, чтобы им сделали обрезание. Или, может быть, они сами мечтают, чтобы у них на одного мужа было четыре бабы, чтобы он таскал им микрофлору от одной к другой. Прямо они мечтают. Они родились и мечтают, чтобы им доставалась одна четвертая потенция их мужа. Вот прям мечтают безумно. Как родились, так и мечтают. Вот это как бы об этом. Но Аллах велел, значит, чтобы он ходил... При этом, поверьте, потенция этих мужчин, она не в четыре раза выше. И сексологи всего мира вам скажут, что там те же самые проблемы, что и здесь, что и в западном мире и так далее. Но их абсолютно деформировали. А ведь у нас есть Декларация прав человека, которая как бы гарантирует человеку всю информацию о том, что реально существует в мире. Но девочка, которая живет, ей даже не дают пользоваться компьютером. Вот в консервативной, например, Кавказской среде есть исследование. Вот мальчику можно, а девочке нельзя. И так далее. Но это абсолютно ужасно. Но это не самое ужасное, что там есть. И это тоже я не утверждаю, что это абсолютно самое ужасное. Но это нехорошо. У нас убийства чести до сих пор их полно. Там Турцию когда-то не приняли в Евросоюз именно за убийство чести. У нас убийство чести, пожалуйста. Убийство чести это? Это когда им показалось, что, значит, там девочка имела, там, не знаю, влюбилась в соседа или ее там кто-то изнасиловал, то смыть, значит, кровью честь своего рода убивает или отец, или брат девочку. Это называется убийство чести во всем мире. И можно, конечно, сказать, что это ее собственный выбор. Можно вопрос задать? Почему вы носите мейкап? Потому что в той среде, в которой я формировалась в детстве, было принято накрасить ресницы, прийти в школу с накрасными ресницами. Вас это сделало инвалидом каким-нибудь моральным? Ну, это, понимаете, несвязанные вещи. Мне не говорили, что если... Я тут не пытаюсь вас подловить или в чем-то уличить. Я просто вот как женщину спрашиваю. Это же, ну, как бы сигнал мужчинам. Кто вам сказал? А для чего нужно делать губы более красными и глаза более яркими? А вот вы это самое надели часы и футболку. Это сигнал женщинам? Нет, это сигнал, что сколько времени. А это мне нравится очень красиво. Нет, ну, и мне нравится. И да, и да, и да, и да, конечно. И это тоже. Но это не означает, что вас Аллах покарает, если вы придете без часов. Так же и у меня. Я могла бы прийти к вам без косметики, но мне уже столько лет, что меня уже и косметика не спасает, потому что долгие годы я была красавицей и без нее. Но на самом деле, если уж мы говорим так, то в моем поколении косметика яркая была вызовом обществу, была, значит, некой такой антисоветской, как бы такой вот мелкой акцией, потому что тетка заходила в класс и говорила, это вот мои любимые цитаты, значит, пока вы не соберете волосы в хвостик и не снимете сережки, я не начну урок, потому что я не могу вести его в публичном доме. Это вот я своими ушами слышала каждый раз. И там, когда я лежала в больнице с ногой в седьмом классе, в десятом классе, то ходили, значит, врачи и шмонали по тумпочкам. Они искали ленинградскую тушь, которую мы красили ресницей. И эту тушь мы завязывали веревочкой и выкидывали за окошко, потому что им интеллекта не хватало. А потом они опять приходили, опять все накрашенные. А мальчиков там не было, это было женское, как вы понимаете, отделение. Мы красились не для мальчиков, а потому что как бы одежда и там, не знаю, макияж – это язык, которым ты разговариваешь с миром. Это твоя визитная карточка. Вот по мне видно, что я человек определенного поколения. Я вот лохматая, потому что я была хиппи. У меня накрашены ресницы, потому что как бы так было принято. Вот у моих невесток, у них уже нету такого количества косметики. Они вообще почти не красятся. Это такое экологическое направление, очень приятное. Это как, понимаете, широкие брюки или узкие брюки, джинсы или юбка. Это никак не связано с религиозным каким-то тотемом. Я это не утверждаю. Я просто пытаюсь провести параллель. Это можно сказать, что это не ваш выбор или это ваш выбор? Это не просто мой выбор. Это выбор моей принадлежности к поколенческой тусовке. Но платок на женщину... А чем это отличается от выбора... То есть, понимаете, вы же неверующий человек, наверное. И я неверующий. Я буддистка. А, вы буддистка. Ну, это как бы не религия, а модель мира. Да, да. И нам, наверное, это другая парадигма. Может быть, верующий человек вот таким образом высказывает... Я пытаюсь не защитить, а просто понять. Таким образом, человек выказывает свою принадлежность к чему-то. У нас это, значит, может быть косметика, а у него вот платок на голове. А можно вопрос? Можно. Вот представим себе... Я сейчас вообще не отрисаю. Я просто догадываюсь, что очень много насилия в отношении женщин. Да? Представим себе, что я девушка, которая хочет подставить мужчину. Да? Окей, я себя ударил сковородкой и пошел, зафиксировал побои, и меня посадили, мужчину. Где защита мужчин? Сложнее. У суда есть достаточно инструментов. Это примерно так же, как дела о домогательствах, изнасилованиях. Вайнштейн, вот эта вся история. Да, да. Да, там никто свечку не держал, никто биоматериалы не собирал. Но есть технологии сбора информации. Есть психолого-психиатрическая экспертиза. Есть очень много там. Значит, полиграф – это только односотая того, что умеет сегодня суд. Да. Есть возможность разобраться, потому что статья «Клевета» есть во всех государствах. Да. А бывает такое, что тебя клеветали, но твоя карьера все равно закончена. Даже если тебя оправдали. Нет, у вас есть возможность. Вот сейчас кто-то из мужиков как раз защитил свою честь. Из артистов американских. Я просто плохо помню эти фамилии. Да. Кого-то обвинили, потом его отстранили, потом он доказал. Ну, просто Мету – это движение, которое объяснило миру, что больше так не будет. Да. И вот эти масштабы, они сумасшедшие. Вы знаете, я как бы, будучи красавицей, прошла через сложную биографию в этом смысле. Да, я знаю, что у вас не очень приятный был случай в детстве, в 17 лет. Или во сколько там было? Я имею в виду сексуальную биографию? Да. Связанную с насилием. Нет, в детстве у меня был полиомелит. Это другое. Нет, позже. Нет, я была изнасилована тремя грузинами. У меня сломан нос на улице, на Арбате, напротив Дома дружбы. Тоже каким-то кавказским человеком, который меня куда-то тащил. А потом, значит, просто… Это было при массе народу. Вот, у меня там таксист куда-то завез и пытался, значит, там… И так далее, значит, я успела ему показать паспорт. А в Советском Союзе, значит, сразу давали хороший срок. Да. И он просто меня, значит, выкинул из машины, а потом ехал за мной с тем, что вот сейчас он меня задавит, это было в лесу, там. Завез просто. Вот, поэтому я, когда у меня родились сыновья, я подумала, слава богу. Слава богу, что им этого не хлебать. И вот сейчас у меня маленькая внучка и я очень хочу, чтобы ни одна сволочь до нее не смела дотронуться. Я очень хочу, чтобы вот эти границы были выстроены. А мету – это защита границ. Это то, что никто не может себя схватить, ущипнуть, похлопать. Без твоего желания. И без последствий. И без последствий. Ну, надо сказать, что мужчины тоже могут быть жертвами мужского же насилия, запросто. И женского тоже. И женского. Против, конечно. И таких процессов полно. А я еще знаю, что, по-моему, я это не придумал, что высокий процент насилия в семье в отношении мужчин со стороны их жен. И такое, по-моему, есть. И мужчины вообще не знают, куда деваться, что делать. Подождите, подождите. У нас есть понятие насилия. Мы говорим о физическом. У нас на 10 убитых в домашнем насилии женщины один мужчина, как правило, это защита. Это защита. Как правило, он был пьян. Как правило, дети идут подельниками. И, как правило, она сидит. У нас зоны забиты этими женщинами, которые, в конце концов, бац, и всунула в него нож. Обороняясь. Да, то, что над ней издевался системно. Там слышали все соседи, но она не жаловалась. Или там менты не реагировали, как у нас принято, и так далее. Поэтому люди, которые вас смотрят, они должны знать, что немножко женским движением отстроена вот эта как бы этажерка. У нее есть этажи. Вот что-то случилось, тебя побили. Ты не понимаешь, что с этим делать. По звании с тобой поговорит волонтер. Он объяснит тебе, насколько опасна твоя ситуация. Он поищет с тобой выходы. Он объяснит тебе, куда, чего, как обращаться. Даже может выделить юридическую помощь. Конечно, в городах победнее, с этим хуже, но тоже они получают сейчас гранты. По крайней мере, это стало общественной проблемой. Потому что у нас, ах, все борются за демографию. Но при этом у нас, по-моему, 15 процентов, или даже 25, я сейчас не помню, женщин не могут родить, родить не могут, они абсолютно здоровы. Они просто забиты. У них просто страх разморжаться. Это как бы все знают, все понимают. Но с насилием никто не борется. А можно вопрос задать такой? Вы говорите, что вы стали жертвой насилия. Вот где-то... Изнасилование. Изнасилование, простите. Это в каком возрасте случилось? В 17 лет. Ну, я же правильно сказал. Ну, вы сказали в детстве. Ну, для меня 17 лет, это все-таки... Ну, не знаю. Хорошо. Не точно сказал. А вы не обозлились на мужчин после этого? И как вот у вас было с мужским... с мужчинами после этого? Ну, вы знаете, мне страшно повезло, потому что у меня половая жизнь нормальная началась до этого. До этого случая? Да. Иначе, конечно, я была бы сломана, размазана. Потому что тогда не было реабилитационных технологий. Потом после этого как бы у меня такие были персонажи бережные, которым я сразу рассказывала об этом. И реабилитацию я прошла лет в 30. Понимаете? Почему я об этом разговариваю спокойно, весело, системно и считаю, что это вообще должно быть обсуждаемой темой. Человек спокойно говорит, что на него напали с ножом, там его порезали. А вот то, что его изнасиловали, независимо от того, кто он, мужчина или женщина. Вот, слава богу, уже мужчины начали об этом говорить, потому что раньше в кризисные центры звонили мужчины только анонимно, потому что они не могли в этом признаться. Уголовная логика, а в нашей стране сидел каждый четвертый, она как бы запрещает и как бы опущенный. Вот, поэтому я об этом написала вот как раз в той книжке, которую вы читали, я об этом написала в 98-м году она вышла примерно, что мне потом аукнулось на выборах. Потом все это было размазано, добавлено, сфальсифицировано и так далее. А почему так сильно позже вы это проработали? Не было реабилитации. Понимаете, моя мама умерла в возрасте 95 лет, 4 года тому назад. Она эту историю не знает, потому что я не представляла себе, как я могу это рассказать, кому-то, кроме подруг. Я не могла вернуться домой. Я была вся в синяках, я пошла к своей подруге, и там я вот в соседний дом, жила неделю, и что-то там врала маме, что я готовлюсь к экзаменам и так далее. Это было невозможно в том обществе. Мне бы сказали, ты сама виновата. Хотя... А вы уверены, что вы от мамы исключительно осуждение получили? Конечно. Не потому, что она была такая плохая, она бы не знала, как с этим справиться. Потому что был общественный стандарт. И как бы, ну я же тебе говорила, ты же ведешь не тот образ жизни. Посмотри, на тебе джинсы. У тебя длинные волосы на окрашенной реснице. Что еще с тобой делать? Я тебе сто раз говорила. Сама виновата. Да? Сама дура виновата, да? Ага. И это возможно спустя так много лет как-то с этим разобраться? Еще как. Значит, смотрите, вот есть американская традиция, не знаю, во всех штатах или нет, когда изнасилованный человек, я не говорю женщина, человек может быть любого пола, с ним встречается не мент, а с ним встречается человек, междисциплинарник, который может взять биоматериалы и при этом оказать психологическую помощь. Эти биоматериалы запечатываются в вакуум, кладутся в холодильник. Через 40 лет человек может созреть, чтобы об этом рассказать. Ведь история с МИТУ, она тоже связана с тем, что свободнее говорят о тех, кто умерли. Не потому, чтобы навредить. Вот мама мне рассказывала, я поздний ребенок, мой папа целовал Руську Кропской, чтобы было понятно. Он был таким известным журналистом, там, редактором, замглавного редактора «Красной звезды». Он 10-го года рождения, когда я родилась, ему было 47 лет. Мама во время войны, студентка первого курса мединститута, эвакуировалась вот с Арбата, из арбатской квартиры, и они отдали все деньги, что у них было, и их везла с собой такая громоздкая машина скорой помощи, в которой внутри была темнота, и еще была семья с детьми, и мужик к ней полез в темноте, а ей было, ну, считайте, если она 22-го года, вот она была молодая девушка. Она не могла ничего сказать, когда родители сидели на противоположной скамейке. А они это видели? Темнота там была, в этой машине. это люди эвакуируются с войны. Что было на войне, даже страшно себе представить. И, в общем, он мог даже подозревать, что она закричит или что, но она была просто парализована от страха, потому что в ее жизни не было никогда ничего подобного. В ее жизни было только то, что мама очень красивая, с шагучи-черными волосами, я-то на папу похожа, я не такая красивая, как мама. И, значит, по Арбату ездил Берия и хватал черноволосых девушек. Просто его охрана тащила их в машину. И ей запрещали ходить молоденькой по Арбату. Она ходила по переулкам. А при этом была история с матерью такого известного искусствоведа Виктора Мезиана. Она итальянка. Ее схватили, но поскольку она была итальянка, она зарала на весь Арбат и она вырвалась. Это история, которую знают все. Это я к тому, что это было вообще абсолютной нормой. И то, что об этом начали говорить и показывать пальцем, очень важно для того, чтобы транслировался новый гуманитарный стандарт. Сейчас это называется новой этикой. Хотя это называется, хотя это является в принципе просто этикой, а не новой этикой. Ни в какой этике не положено расклевать ребенка. Конечно. Ух. А когда вы рассказали в 90-каком-то году эту историю, вас осуждали? Зачем? Это не то слово было. Зачем ты сказал? Ты что? Нет, вышла книжка, в которой я, я же такая прозападная была всегда, а на Западе уже писали так. Наши не писали. И, значит, огромное количество рецензий, как эта тварь. А у этой книжки был бешеный тираж, потому что сначала она вышла, значит, в плохом очень виде, она называлась мне «40 лет». Я сидела в Волынском, это правительственная дача, на которой мы писали документы для Ельцинской программы. Я, значит, параллельно работала я самой и писала какой-то новый роман. Позвонил мужик и сказал, здрасте, я издатель, моя фамилия такая-то, я хочу вам заказать мемуары. Я ему говорю, вы что, с ума сошли? Мне 40 лет. Он говорит, гениальное название. Дальше эта книжка вышла в жутком виде, и мой летагент судился с ними три, по-моему, года. Мне денег не доплачивали, это все. Это вы читали уже лучший вариант прощения с 20 веком. Там, где черно-белая фотография на обложке. Да-да-да. Это вот мой сын, который психолог, сделал такой калаш из всех, значит, родственников наших. И Волна, поскольку она была бестселлером, реально, 2 миллиона, это только того, что мы нашли. А там еще были всякие. Мутные тиражи в подпольные. Все писали, что, значит, вот эта вот тварь, она, во-первых, мать свою ненавидит. Да, я действительно ввела мать в зону критики, что строго запрещено было в нашей культуре. Я описывала там свои романы. Я описывала все истории с домогательствами, с изнасилованиями. Но, естественно, фамилии я не писала. Ну, фамилии того, кто меня изнасиловал, я и не знала. Более того, я даже и не представляла себе, что я могу пойти в полицию, при том, что мой, как это сказать, друг семьи, которого я считала дядей, меня назвали в честь его мамы, родители наши очень тесно общались, он был генералом юстиции и помощником генерального прокурора. Когда я ему это рассказала через 20 лет, он сказал, ну, какая ты дура. Если бы ты мне позвонила, я бы их из-под земли достал. Но это было невозможно даже выговорить, потому что я ушла в абсолютное как бы такое... У меня просто было нервное истощение. Ну, там еще много до этого было всего, всяких факторов. Я только что пришла с тяжелой операцией с ногой, только научилась ходить без костылей и так далее. Вот. Поэтому я считаю это очень важным для того, чтобы люди не боялись говорить о том, как нарушаются их границы. Да. Да. Я думаю, что многие... Чувак из Чая вдвоем недавно признался, что стал жертвой изнасилования. И мне, знаете, что не понравилось? Что все начали ржать над ним. Такое было уже с кем-то. Унижать... Вот Собчак кого-то стал унижать тут же во время... По-моему, его и... Его, да? Да, Ира нам сейчас поможет. Не хочется сейчас... Там два парня. Один чей-то сын кого-то из артистов. А второй... Это Стас Костюшкин сказал. Да, Стас Костюшкин. А что там было? Ты можешь что-то сказать? Да, сейчас. Прочитаю быстро. Да. Я помню, что Собчак начала над ним глумиться прямо в эфире. Ну, это... Это больной человек. Так нельзя... Я про Собчак. Так нельзя делать. Слушайте, ну, если Собчак делала интервью с маньяком, о чем говорить? Она сделала его героем дня... Простите, но я не считаю, что интервью с маньяком это плохо. Дело в том, что интервью с маньяком... Романтизировать маньяков плохо. Просто поговорить с ним. В этом интервью, если вы помните, маньяк сказал, и она выдала это в эфир, что вот что-то одна из жертв никак никого не рожает. От меня-то хорошо рожала, надо бы ей заняться. Это раз. Второе, она с нарушением закона о средствах массовой информации брала интервью у них. Третье, закон о средствах массовой информации, он не предполагает вообще популяризации подобных фигур. Вы знаете, вот сейчас... Слушайте, у нас Нагиев играл этого Чикатило, и что? Подождите. А что, сообща плохая? Вот то, что она оставила некорректное высказание в адрес жертвы, это как это кабзда, так нельзя делать. Подождите, причем тут играл, у нас Каллигулы играют, Сталины играют, но при этом артисты не совершают преступлений, или эти персонажи. Как это? Котлеты от мух, как любит говорить Путин. Уж извините, уж пришлось даже Путина процитировать. Эти артисты нет, но они романтизируют так или иначе образ таких людей. Хочешь, не хочешь. Они показывают все с какой-то человеческой стороны. Подождите, подождите. Вот если образ романтизирован, то мы с вами, как зрители, можем подать в суд на это. Потому что законодательство все это как бы обстругало во всех смыслах. Но вытащить маньяка и вести с ним беседу, понимающий ему кивать, это дно абсолютное. Вопрос в том, что мы не будем обсуждать сегодня Собчак, я к ней отношусь крайне, как вам сказать, даже не негативно, а крайне брезгливо, потому что вся ее карьера зердится только на монетизации связи родителей. И все. Она очень плохой журналист. Она очень плохо пишет. Она очень плохо берет интервью. Ну, как бы это же не человек, который сделал себя сам, а человек, который продолжает работать с деньгами и заслугами своего отца. И все. Удачно. И с тем, что Людмила Нарусова до сих пор в ближнем кругу Путина. Больше никаких заслуг и данных у Ксении Собчак нет. Окей. Ирина? Ему 8 лет было, когда это произошло. 8 лет? Да. А она, Собчак, рассуждала о политике и сказала, что же будет дальше. Начнут наркотики в машины подбрасывать, а потом вообще всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина. Вот все это ее типа шутка была. Это так глупо. Опять-таки, ей можно, потому что Людмила Нарусова, которая никогда себе подобного не позволяла и которая заслуживает колоссального уважения, находится опять-таки в ближнем кругу Путина. Угу. То есть, ваше мнение, что она под протекцией, да? Поэтому Ксения не тонет, не горит, а всплывает. Каждый раз. А вы простили того человека или тех людей, которые на вас, тогда на поле вас изнасиловали, вы их простили вот здесь вот? Нет. Нет? Нет. А это... Подождите, как я могу? Я объясню. Ну, они уроды, абсолютно. Они преступники? Преступники. Просто для того, чтобы какие-то вещи прожить, наверное, нужно в каком-то смысле что-то как-то простить, отпустить. Кто вам сказал? Ну, не докажется. Ну, я вам как бы еще психоаналитика скажу, что нет. И первая, как бы, реабилитация, которую должна получить жертва изнасилования, это сатисфакция. Угу. Почему так важны суды? У нас только 2% дел доходят до суда, потому что у женщин в этой ситуации нет, как бы, в ситуации посттравматического стресса у них нет энергии на сопротивление. Им нечем пойти в эту полицию. им говорят, а чего ты не пошла? Она не может пойти. Ей нужна реабилитация, чтобы пойти. Для этого-то и запечатываются биоматериалы. А у нас, ну, она взяла на биоматериалы. Но она не пошла судиться. Она не смогла. Ее не поддержали. Она боится, что он на нее будет показывать пальцем. У меня есть масса историй, когда дети попадали в такую ситуацию. Я это знала от родителей. Я их умоляла отвезти детей на реабилитацию. Ничего не получалось, потому что родителям было стыдно. Да. На глазах биография этих детей. Просто возвращаясь к моему вопросу, может быть, не очень корректно озвученному. По себе знаю, если ты на что-то злишься, оно тебя находит, и оно тебя опустошает, оно тебя высасывает. И у меня вопрос такой. Вы находили этих людей, они... Сатисфакция произошла? Нет. Как вы тогда это проработали? Если вы на них все еще злитесь и не получили сатисфакцию по закону? Нет. Есть психотехники, работы с людьми разных возрастов, которые стали жертвами изнасилований. То есть прорабатывали... Как я могла их найти, когда это были приезжие из какого-то грузинского города. Между собой они вообще говорили по-грузински. У меня был такой стресс, что я даже потом, приезжая на эту профсоюзную, я даже не могла понять, в каком из домов это было. Там стояло некоторое количество домов. И когда женщина приходит в милицию, изнасилованная, ее спрашивают номер машины, как они выглядели. Она говорит, не помню. Ей говорит, ну иди отсюда. Но это особенность посттравматического стресса. Как-то человек вытесняет то, что он в другом состоянии запомнил бы целиком. То есть, конечно, если бы я пошла сразу же, утром, когда меня выпустили, если бы я поехала в полицию, написала бы заявление, наверное, со мной бы поехали гипотетически какие-то люди, которые бы поискали эту квартиру, как они туда попали, или там они снимали, или гостили, или что. Но для этого надо просто понять мое состояние, в котором я не могла вернуться домой. Я уже не говорю о физическом состоянии. Меня же били, потому что я же сопротивлялась, я же не овца. Что, конечно, неправильно, но ты все равно сопротивляешься насилию, потому что это естественно самосохранение. А методы как раз реабилитации построены с учетом всего этого. Потому что очень часто людей нельзя ни найти, ни уже оживить, чтобы им все это сказать. Да, да. Это уже не закрыть лично, там, глаза в глаза. Но я хочу вам сказать, что до сих пор у меня несколько подруг грузинок, которых я очень люблю. Но никогда ни один мужчина с грузинским акцентом не смог бы стать мужчиной, связанным со мной личными отношениями. Просто никогда. У меня это начисто закрыто. А еще можно вам вопрос? Да, пожалуйста. Пока мы с вами договаривались, вернее, когда мы с вами договаривались, что-то у меня русский язык весь отключился от мозга. Когда мы с вами договаривались, вы попросили не материться. Да. А что за отношения с матом такие? Мне кажется, вы хиппи. Вы как бы... Вактура сказал, что хиппи матерились. Я этого не утверждал. Я просто думал, что у вас чуть более простое отношение к этим вещам. Смотрите, я считаю, что сети – это публичное пространство. Все, что я делаю в личной жизни, там, в постели, дома, на кухне – это мое. Как только я перехожу в пространство общественное, я живу по законам Российской Федерации. Поэтому у меня всего сорок с лишним тысяч подписчиков, а не девять миллионов, как у какой-нибудь, не знаю, Бузовой-Шмузовой, потому что у меня девять миллионов в бане. Как только человек приходит ко мне и начинает материться, тупить, пошличить, ставить смайлики. Вы не любите смайлики даже? Ну, я считаю, что, в общем, это все-таки инструмент для умственно-отсталых подростков. Но, понимаете, я сохраняю у себя на странице определенную среду, в которой комфортно мне и таким, как я. Ну, вправе это делать, кстати, абсолютно. Ну, естественно, вправе. Слава богу, бан мне дан. Да. Вправе. Я вот ушла из какой-то сети, я уже даже забыла, в которой мне сложно было удалять идиотов. Как она называлась? Я даже забыла. Твиттер, Инстаграм? Не-не-не, до этого еще было. Я сказала, я это не могу. Все там, все это пургу. Вот. И поэтому, значит, я хочу общаться только с теми людьми, которые где-то живут на одном языке со мной. А мат – это уже как бы запрещенный прием. И даже вот, скажем, о, смотрите, вот эта книжка, это первая в моей жизни книжка, которая заламинирована. На ней написано плюс 18. Потому что там какие-то герои говорят матом, естественно, я запикиваю это. Но они не могут говорить по-другому. Цензурируете. Ну, запикиваю, да. Там точки стоят. Но при этом, значит, я согласна с тем, что дети, в общем, не должны читать книги, которые написаны матом, не должны слушать фильмы. Потому что, когда я там выхожу с внучкой в парк, я вижу, что вот начиная вот с такого возраста, они матерятся просто вот круглосуточно. Они в песочнице друг с другом разговаривают так. Это какой-то отрасль. Я понимаю, что мы живем в стране, в которой Сталин отдавал приказы матом о Горбачеве. Когда к нему приехали в Форос, при том, что Горбачев, в общем, отличался лексикой нормальной, он сказал, доигрались, и дальше было их определение, да. Ненормативное. Кстати, Ельцин ни одного слова мата не произнес никогда. По крайней мере... Было какой-то случай на сцене? Нет. Нет. В том-то и фишка. Более того, он всех называл на «вы». Самый медперсонал. Ну, это коммунисты могли придумать все что угодно. А, Ира, матерился ли хоть раз публично и Ельцин? Нет. Тут есть статья, что он никогда в жизни не матерился. Один раз он сказал, что за херню-то несешь, и это было, типа, самое страшное слово. Все. Вот это выдержка. А кому он это сказал? Сейчас. Я даже этого не знаю. Диченко говорил, что... Один раз слышал... Не знаю, кто же Диченко. Ну, тут тоже можно поделить. Да, потому что кто-то что-то слышал. Он рассказал, что чистил оружие у президента в кабинете в Барвихе. Ельцину принесли документы на подпись в папках разных цветов. Одна из папок красного цвета. Я решил приколоться и спросил, что находится в красной папке. Там, наверное, доклад о встречах с внеземными цивилизациями. И он сказал, что за херню ты несешь? Нет, значит, это точное воспоминание. Да. Ну, я этого не знала, но я как бы... То есть вам кажется, что если будет какое-то... Если где-то будет место свободное от мата, то дети будут меньше материться. Конечно. Более того, я хочу сказать, что... И вообще речь про детей или вообще про людей? Ну, и про людей... Про граждан. И про детей. Я могу сказать, что в моем детстве, при том, что там много народу сидело, мат был особенностью такого быдляка. У нас это называлось словом «урла». Ну, вы такого слова уже, наверное, не знаете. Ну, вот «урла» — это вот такое быдло. Вот теперь это называют словом «гопота». И вот так, чтобы дети шли по улице и в голос матерились, такого близко не было. Хиппи не матерились, у них же был свой язык, такие, знаете, англицизмы такие. Да, они были клевые просто. Ну, вот Боря Ухананов, главный режиссер электротеатра. Знаете такого? Электротеатр знаю. Главный режиссер Боря Ухананов. Ну, не знаю я. Ну, даете. Ну, что, кировский гопник перед вами, кировский «урла» сидит. Что вы хотите от меня? Слушайте, ну, Киров-то я знаю, Киров. Прекрасный. Откуда вы знаете Киров? Так, у вас как-то заблестели глаза при слове «вятка» Киров. Даня, кстати, тоже оттуда. Сейчас я вам просто два слова скажу про то, что, значит, Боря Ухананов, который был в моей тусовке в салоне Маша Сарбата, у него была такая кричалка со стрита на квадрат, из квадрата на стрит, вам это что-нибудь говорит. Вот так мы общались, да? Ну, там вот эти вот все там шузы там, не знаю, «Хайр», «Флэд». Что касается Кирова, точнее, «Вятки», но я-то была в Кирове, а не в «Вятке». А он до сих пор Киров, официальный Киров. Не было переименования официального в «Вятку», да, Даня? Не было разума. Это все еще Киров? Ну, просто это было связано с таким караваном культуры в 90-м году, по-моему. И так получилось, что я входила в группу драматургов, в которой были замечательные драматурги, ушедшие недавно, Гремина и Угаров. А Угаров был взавлитом театра вашего тюза кировского. Да. А его бывшая жена, Марина, я не помню фамилии, она была ведущей актрисой вообще этого театра и в кино снималась. Наберите Михаила Угаров и есть ли там брак? Марина, Марина. Вот. Карпичева. Как вы сказали? Карпичева Марина. Жена его, вот написано. Жена Угарова. Ну да, значит так. Я просто фамилию не помню. Она считалась как просто звездой кировской. Ну и мы там тусовали при этом театре, проводили какие-то мероприятия. Вот эти караванные ходили по городу. Он еще тогда был дико мрачный. А потом в рамках своей буйной политической жизни я приехала в город Сыктывкар. Там у меня было отделение партии. Я такая приехала. Типа я такая важная, умная. Сейчас я со своей либеральной партией разберусь. И меня пригласили в какую-то бильярдную. И говорят, сейчас мы тебя познакомим с самым важным человеком. Я говорю, а он тут кто там? Там глава администрации, это, это, то. Мне говорят, да нет. Нет. У него все купола на спине. Он смотрящий. И приводит какого-то человека вот такого возраста, у которого там что-то зубов нет, лысый, страшный. Просто. Да, вот такого. Ну, видно, что у него все купола. Он там сидел везде, у него ходок не знаю сколько. Так, чего? И он пытается со мной разговаривать про выборы. Ну, я, конечно, наши люди на такси не ездят в Булошную. Вот. А потом я помню, что меня, конечно, совершенно потрясло. Мы ехали с сыном. Сын у меня был начальником штаба. Петр. А он как-то к Кирову имеет отношение, этот человек? Нет. Это было в Сыктывкаре, почему я говорю про Киров. Потом мне сказали, значит, что я должна была срочно оттуда уехать. Опаздывала на какую-то съемку, по-моему. И мне сказали, ну, мы тебя повезем в Киров на машине. Это одно из самых серьезных. Зимой. Вы понимаете, о чем я, да? Там просто капсда. Да. Да. Я человек, который был там. Потому что они нам сказали, да фигня тут это, пять часов или сколько там, да фигня. Мы тут доедем. Это травмирующий опыт. Отличный опыт. Мороз где-то минус 30, по-моему, да? Значит, нас сажают на какую-то машину, дают какого-то водилу. Ну и как бы руководитель этого отделения партийного тоже садится с нами. Мы выезжаем, въезжаем в лес, а там снег где-то, ну, с четырехэтажный дом. И прорублим туннель. И навстречу идут лесовозы, которых не видно, потому что пурга. Я, значит, хватаюсь вот за это сидение и говорю, а как? А как вы ведете машину-то? Не видно же ничего. Он говорит, я чувствую. И я думаю, черт, я идиотка. Зачем? Я со своей политикой сына-то взяла. Ну, сама дура погиб. Ну, ладно. Он мне говорит, я говорю, и что, машины не улетают в снег? Он говорит, улетают. Мы их называем подснежники, потому что найти-то их можно только когда снег растает. И, в общем, это было сильное ощущение. Поэтому, когда мы приехали в Киров, мне казалось, что я просто в райские врата вошла. Любимый город, он уже был повеселее, чем тогда, когда мы приезжали в 90-м, потому что это уже были нулевые. И как-то я прямо вот с ним обнялась и чуть землю не поцеловала, что мы все выжили. Ну, вы поняли. То есть он для вас символ спасения. Не, ну, симпатичный город. Свет в конце снежного туннеля. Да, ну, как бы это все равно вот слова, которые я говорю, они понятны только тому, кто там ехал. Когда ты едешь пять часов, а вокруг тебя туннели снега, и только вжих лесовозы. Ты так смотришь сзади и видишь, значит, только вот эти вот плошки этих бревен, вот таких вот. Страшно. Мария, можно вас в конце нашей беседы попросить о следующем. Дайте мне какой-нибудь совет жизненный. Никому не могу доверять, кроме вас. Ну, я не знаю. Я советы даю только... Я сам прошу. Когда очерчено поле, в какой области вам дать совет? Ну, давайте в области бесед. Вот я зову сюда совершенно разных людей, совершенно разной энергией. И у нас с вами сегодня получился такой довольно серьезный разговор. Ну, такой, какой-то вот такой... Не то чтобы разухабистый, но очень важный. И вот вы со мной поговорили. Уже много людей встречали на своем пути, много с кем говорили, много кто у вас брал интервью. А я вот такой вот чувак. Может быть, дадите мне какой-то совет профессиональный? Или бы дружеский? Ну, вы знаете, я, собственно, пришла, потому что я посмотрела вашу беседу с молодым человеком, который называется... Я никогда этого не видела, и думаю, не вижу. Петя Толя любит... Петя любит выпить. Да. Это вот то, что я посмотрела. Я поняла, что вы весьма профессионально все это делаете, и что с вами, значит, приятно будет поговорить. Я не думаю, что вам нужны советы. Нет, я же сам прошу. У меня... Знаете, вот... Я привык доверять людям с опытом. Все равно вы что-то видите. Ну, что я могу сказать? Я могу сказать, что у вас немножко мрачно. То есть, это мягко говоря. Вот эту бы, вот эту бы, вот эту мрачнуху бы, такое впечатление, что вы тут БДСМ занимаетесь, да? А может, мы и занимаемся. Ну, может быть, но не с гостями же вы занимаетесь. Вот. Может, вам тут это, аквариум поставить, что-нибудь живое, кошка, чтобы ходила. Кстати, хорошая идея. Немножко, немножко вот это все как-то размочить. Жизни дать. Да, мы с вами разговариваем, как бы, тут все хорошо, туда смотришь, батюшки, там что-то, какой-то прямо это... Там Даня. Нет, не в смысле, ребята, а какие-то черные дыры и белые карлики, да, какой-то космос, уходящий туда. Короче, мрачнуха. Да. Ну, я-то, как бы, тетка позитивная, но если придет какой-нибудь депрессивный, то вы его загрузите этим. Он скажет, как бы отсюда убежать. Тут звезда, а тут, значит, как бы, тут кровавая звезда такая, красная. Ну, она не кровавая, но она такая, как бы, интонационно, ты не понимаешь, зачем она. Ты ждешь, когда он спросит что-нибудь про коммунистов. А мы про них сегодня поговорили, кстати. Ну, да. Но все равно это... Нас просто спонсируют коммунисты, понимаете? Ну, пусть они лампочки-то профинансируют и кошку. Кошка – это классная идея. Нам нужна кошка такая, знаете, которая, как будто на седативных. То есть, она такая, вот такая, два часа беседы, готова здесь лежать. Это было бы так круто. И на нее отдельную камеру, Дань. Британский голубой какой-нибудь. Они неживучие. Да ладно. У них постоянно проблемы со здоровьем. Надо брать сибирскую кошку. Ну, надо подноситься здесь. Хотя, на самом деле, знаете, вот этим пренебрегают люди. Уже кота, кафе у нас есть. Ну, потому что человек расслабляется с кошкой в руках. Гостю давать, знаете, кота, я извиняюсь, падшего такого, знаете, которому все равно, кто его гладит. Представляете, уровень, вообще, беседы, совершенно другой темп будет, если человек будет сидеть и кота гладить. Дорогие зрители, если у вас есть кот с низкими, как сказать, с низкими запросами, а же ему все равно, кто его гладит, мы примем в дар. Нет, слушайте, а зачем вы лучше пойдете в приют? Кто же это отдаст своего кота? Ну, да. Тем более, такого. Да, любого. Наивный я, понимаете, молодой. Понимаете, мои сыновья, когда были маленькими, молодой, с 38 лет, им было лет 5-6, значит, их пригласили в Театр Ленинского комсомола. Ну, такая была фишка, там знакомая работала. Играть мальчика в пьесе в списках не значился. То есть, а поскольку они близнецы, и чтобы никого не обидеть, ребенок выходил на сцену в первом акте и садился прямо перед зрителями, и смотрел в зал, и молчал. И когда уже начиналось оживление в зале, выходил, там они играли по очереди, Денковский и Абдулов, вставал, держался за спинку стула и говорил, это я в детстве. И дальше ребенок уходил. И во втором акте, когда его убивают, значит, ребенок выбегал с ним за руку. То есть, в первом акте выбегал Петр, во втором акте выбегал Павел. Ну, а никто не замечал подмены? Ну, конечно, никто. Да. тогда вообще нельзя было различить. И они согласились на это, ну, потому что папа у них певец, и, в общем, как-то они к театру равнодушны, уже заелись. Они ходили только потому, что им платили 4 рубля, они копили на лодку. И вдруг они узнали, что в пьесе Петрушевской играет кошка, ее приносят из дома и ей платят 8 рублей. Больше, чем им? В два раза. Они были так обижены, что на этом их театральная карьера кончилась. Потом их в буфете увидел Панфилов, а он ставил Гамлет, и он сказал, отлично, я хочу сделать близнецов, чтобы они вначале играли в футбол, как Гамлет и Лаэрт. Они говорят, 30 рублей. 30 рублей. Вот, сказали они. Они были настолько обижены. Все. Поэтому вот, ну, кошку не дадут. Или дадут за большие деньги, она будет вас царапать. Идея взять в приюте. А чего? Поставите здесь у нее все. Да. Карму улучшится. Ира, мы сможем себе позволить кошку здесь? Или это я размечтался? Вообще-то у многих аллергия может быть и прочее. А-а-а. Но она не будет подходить, у вас полно места. Нет. Бывает же, в помещениях люди заходят, у меня просто есть, знакомые, кто вот даже в помещении, где живет кошка, уже аллергия начинается. Ну, нафиг. Так мы абсолютно бездны. Поддержу вас. Мария, мы будем говорить, алло, очень хотим вас пригласить. Все, вас устраивает такая дата, такое время. Кстати, есть аллергия на кошку? Да. Слушайте, это была ошибка. Тут. Ира, мы сделаем так. У нас будет заседание нашей транснациональной корпорации Big Numbers. У нас, между прочим, в стенах транснациональной корпорации. Это ее символ, я поняла. Теперь, да, он на нас как бы достался, я говорю, в наследство, поэтому мы приняли его. И мы решим на этом заседании быть ли кошкой здесь. И это хорошая идея, что нужно брать сразу же готовую кошку из приюта, сразу будет видно. Характер, да. Характер. А потом маленького за ним все время хотеть убирать. О, да. О, да. И плюс он вырастет фифой. И работу свою не будет выполнять. Как воспитаете. Да. Ну, вы же тут не только записываете, вы же, наверное, и готовите передачу, значит, вы с ним будете видеться часто. Ну, конечно. Да. Я же не лошадь посоветовала, так что скажите мне спасибо. Ну, я прям себе представил, что гость сидит и вот так вот гладит. Да. И беседа вообще не кончается. Нет, а главное, что все сразу понятно про гостя, потому что кошки любят только хороших людей. Кстати, да. И так им можно начать подкаст будет. Я вижу, вы плохой человек. У нас есть, значит, способ это проверить. Сыворотка правдивости. Да. Мария, спасибо вам большое. Я надеюсь, вам понравилось. Да, было очень мило. Я знаю, что вы часто подаете в суд на кого-нибудь. Ну, такая, бывало в вашей жизни такое. Люблю. Как сделать так, чтобы вы на нас не подали в суд? Вот что нам нужно сделать? Котика завести. Котика, все мы сделаем, пожалуйста, только не... Да. Спасибо. Пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...